История с возможным появлением водозабора на реке Большая Бутуобия в Мирненском районе завершилась. Напомним, Роснефть пыталась построить его для собственных нужд. Однако жители села Тас-Юрях, для которых охота и рыбалка – это основной вид деятельности, были против. Анна Винокурова продолжит. Для компании Роснефть водозабор на реке Оханбатобия нужен для своих нужд. Чтобы добыть нефть, нужно создать соответствующее давление с помощью воды. Решение нефтяники нашли именно на реке Оханбатобия. Мы не говорили, чтобы они нефть не качали. Мы им предложили, давайте мы знаем, какова цена нефти, что более приемлемый для нас всех вариант. Давай совместно решим. Ручи какие-нибудь, озера. И мы даже озера предлагали, ручи предлагали. Для местных жителей охота и рыбалка – основной вид деятельности. При увеличении объемов добычи нефти, жители села Тас-Юрях боялись потерять и источник пресной воды, и сенокосные угодья. Они расположены вдоль Оханбатобии и орошаются во время половодия. Для нас это большая, очень большая проблема была в течение года, полтора года. Не извещая, не спрося у населения, недропользователи начали строить водозабор. Мы в конце только узнали. Вопрос о строительстве водозабора решался на уровне республики. Содействие Тас-Юряхцам оказало правительство Якутии. Было принято решение не трогать рыбку Большая Батубия в качестве водозабора для пластного давления плохо. В принципе, сейчас уже строиться не будет, но как нам заверили, нам слово дали. Премьер-министр правительства Данчикова и министр охраны природы Сахамин Миланович. Под давлением жителей Сла-Тас-Юрях нефтяники решили использовать для своих нужд воду реки Улхан-Курон. О том, что Роснеев не будет строить водозабор на реке Улхан-Батобия, компания заявила в июне этого года. Конечно, решили правильно построить в другом месте, потому что это наша река-кормилица, мы оттуда пьем воду. Сейчас они другого речья не закрывают, а Батубия не трогают. Так что это хорошее решение принято, и мы довольны, жители все-таки выстояли. Сейчас жители села Тас-Юрях довольны. Их кормилице реке Улхан-Батобия ничего не грозит. А строительство водозабора на речку Улхан-Курон компания «Роснефть» уже начала. Анна Винокурова, Илья Засухин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».